Детская экологическая экспедиция Не только с тем, что экспедиция начнется, но и с тем, что она 20-я юбилейная по счету Да, для нас это очень большой такой шаг, большой рубеж По-моему, ни один проект в России, экологический или общественный, не существует 20 лет Он из века в век перешел, такой наш девиз, из века в век переходя Слушайте, ну тогда я не могу не начать вот с такого банального вопроса В чем секрет долголетия экологического? Секрет здесь очень простой Дело в том, что мы нашли такую форму работы, которая оказалась очень эффективна На самом деле 20 лет назад, 22 года назад, если быть точным, возникла газета «Природа Кулунды» И вот за эти годы было такое время, когда были экологические газеты в каждом регионе Они все закрылись Единственная газета, которая развивается, перешла в природу Алтая Это природа Кулунды, природа Алтая И один из секретов вот такой долговечности заключается в том, что Не было бы экспедиции, уже не было бы газеты Это для меня однозначно, это вот перспективный путь Это одна история Вторая заключается в том, что, знаете, вот у меня где-то там, наверное, порядка 700 ребятишек со мной ездило за эти годы И я знаю только три достоверных случая, когда человек, поехавший раз, не захотел поехать во второй Это очень нравится детям И потом, знаете, чувствуешь себя творцом Они меняются во время экспедиции, они становятся другими людьми Они становятся очень уверенными, энергичными Ну, короче говоря, другими людьми, очень интересными, уверенными в своем будущем Скажите, детям сколько лет? От скольки до скольки? Вообще, мы берем в экспедицию детей от 12 лет А так как у нас есть преемственность, то понятно, что в составе экспедиции есть абсолютные, скажем так, новички Есть дети, которые едут второй-третий раз Есть и студенты-волонтеры, которые стали участниками движения, мои опоры Ребятами, которые помогают мне в любую минуту И организуют акции, кстати, не только же это одна акция у нас Не только, это флаговая акция, главная, но это не одна Скажите, дети, которые из года в год ездят в данную экспедицию, начали из дома своего Они сами говорят, как отвечают на вопрос, почему они снова отправляются туда? Знаете, это совсем другая жизнь Мы дарим им жизнь полную человеческих, человеческих, я подчеркиваю, это отношений, чистых, романтик Мы дарим им романтику, кроме того, они проходят испытания Знаете, это сейчас прекрасно, посмотрите, за окном сияет солнышко, когда идет дождь, а когда невозможно разжечь костер Они проходят испытания, они становятся... Вот эти испытания, они всегда их выдерживают Они не болеют, потому что мы станем их на грань физических возможностей И дети объясняют это очень просто, им этого хочется А что значит хочется? Как можно это объяснить? Они получают море информации, новой, свежей Они учатся писать, кто-то становится экологическим журналистом Ведь в экспедиции будет работать школа экологической журналистики В этом году у нас есть человек, который занимается профессионально-театральной деятельностью И поэтому они будут получать мастер-классы по культуре, речи Экологический театр? Это, Максим, самая большая идея Если у нас все получится, то в этом году, 8 августа, в детском лагере «Березка» Будет не просто выступление отчетное, а гитбригады, где мы расскажем о том, что мы видели Но это будет именно экологический спектакль Дай бог, чтобы это получилось Скажите, лично вам, я так понимаю, это нужно, потому что дело это всей вашей жизни Я правильно понимаю? И газета, и экспедиция Совершенно точно Так получилось, что это стало делом жизни Хотя, конечно, я по профессии педагог, преподаватель Но я журналист, я редактор Казалось бы, что общего? Это всегда удивляет учителей Но так сложилось Дело в том, что не было бы обратной связи Не было бы роста газеты Не было бы... Вот, кстати, я ее покажу Вот природа Алтая Здесь 70 с лишним полос Начиналось все с двух страничек Не было бы обратной отдачи от людей Не было бы обратной отдачи от детей Наверное, конечно, бы я этим не занимался Но понимаете, этот проект стал брендом Одним из брендов Алтайского края Вот этот вот зеленый галстук Носят сегодня губернаторы в Сибирском федеральном округе И не один член федерального собрания Депутаты государственной думы И завтра, я надеюсь, на нашем отправлении Будут все вот люди В таких галстуках Они будут в таких галстуках А за то, чтобы они стали За то, что они пришли Пожелать детям счастливого пути За то, что дети Увидят значимость того дела Которые они делают Мы им еще и футболки подарим У нас полная экипировка То есть из года в год имеет смысл посещать Как минимум отправную точку вашей экспедиции Да, конечно, конечно Максим, тогда я вам в финале подарю Вот этот галстук Конечно, потому что я надеюсь Что это не последняя у нас программа И вы станете тоже зеленым Это почетно в современном мире Мне несколько лет больше 12, но мне приятно Спасибо Сергей Иванович, вопрос другой Мотивацию вашу, я понимаю Детей вы уже объяснили Как вы считаете, зачем это надо обществу? Какую-то ценность обществу все-таки Это несет акция? Конечно, конечно Это третья составляющая, можно сказать, проекта Понимаете, ведь не случайно 2013 год Год охраны окружающей среды 2017 год Год экологии и особо охраняемых территорий Дело в том, что На планете проходит Экологический кризис У нас территория очень благоприятная Она антропогенно затронута мало И мы не видим тех вещей Которые происходят, например, при добыче нефти Да? И получается, что люди теоретически знают о том, что экология меняется Плохая экология иногда, говорят, не очень хороший термин Но на практике нужно сделать так, чтобы каждый человек стал экологически мыслящим человеком Много пути нет, иначе земли не будет, человека не будет Вернее, я не прав Земля-то прибывает вовеки Она останется, и природа будет Ну, маленькая деталь Хомо-сапиенса там не останется Наверное, это обидно Другого пути нет Тогда, когда люди станут экологически мыслящими И мы это строим, общество Тогда не нужно будет проводить массовые акции на берегах Аби В парке юбилейном, я говорю про Барнаул В других местах И это только малая часть Это гораздо, конечно Потому что, понимаете, человек В этом цель проекта Вот ребята уже 20 лет, которые назад Многие сейчас руководители И вот мои-то участники Те, кто мою школу прошел Принимая решение, никогда не будут Принимать его во вред природе Они будут учитывать это Это у них на генном уровне заложено теперь Поэтому, конечно Конечно, это очень важный момент И я думаю, что, знаете Наверное, Бог помог нам За эти 20 лет Найти такую форму работы Сочетания газеты Общественной деятельности Детской составляющей И отлики от общества Мне же очень часто звонят люди И не только родители тех ребят Знаете, какой самый популярный вопрос Который поступает в редакцию Как стать участником экспедиции У меня есть девочка Она там что-то видела Преднимала участие в ваших акциях Она хочет очень поехать с вами В следующую экспедицию Ну, видимо, нужно расширять и количество И географию Чего я вам искренне желаю Но в этом году география все-таки поражает И Новосибирск, Кемерово, Озеро Телеское, Горноалтайское Куда, Ибиск, Барнолус, Миногорское Это еще не все Я так, в общем, скажу Поэтому вам большое спасибо Я вам желаю удачи Вам и вашим ребятам Спасибо вам И даст нам Бог хорошей погоды Дорогие друзья У нас в гостях был Сергей Малыхин Редактор газеты «Природа Алтая» А также создатель детской экологической экспедиции «Начни с дома своего» Всего вам доброго Спасибо Спасибо